Книга пророка Михея. Глава пятая. Теперь, ополчись, дочь полчищ, обложили нас осадой, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрара, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало, от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит, имеющие родить. Тогда возвращаться к сынам Израилевым и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он миром. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. И будут они пасти землю Ассуры мечом и землю Нимврода в самых воротах ее. И он избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве. И он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адама. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. «И будет в тот день, — говорит Господь, — истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, и сторгну чародейства из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. «Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщения над народами, которые будут непослушны». Глава шестая Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте горы, суд Господен, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим и с Израилем он состязуется. «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне, я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариани. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Веора, и что происходило от Сетима до Голгала, чтобы познать тебе праведные действия Господние. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление Мое и плод чрева Моего за грех души Моей? О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, смиренно, мудренно ходить пред Богом Твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцелимо поражу тебя опустошением за грехи Твои. Ты будешь есть и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то придам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И придам я тебя опустошению и жителей Твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава седьмая Горе мне! Ибо со мной теперь, как после сбора летних плодов, как после уборки винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле. Нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарки, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников Твоих, посещение Твое, наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне Твоем стереги двери уст Твоих, ибо сын позорит отца. Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся по поводу меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мной. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит это неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой. Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из-за Сирии и городов египетских, и от Египта до реки Евфрат, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустыней за вину жителей ее, за плоды деяний их. Спаси народ твой жезлом твоим. Овец наследия твоего обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как в дни древние, как в дни исхода твоего из земли египетской. Явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные. Выползут они из укреплений своих устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова